Сегодня поговорим о кокосовом масле. Всем привет, мои дорогие зрители! Как всегда, я рада вас видеть на своем канале. Очередное сегодня видео будет о волосах, а точнее о том, как ухаживать за ними. И сегодня мы поговорим с вами о кокосовом масле. Это кокосовое масло я заказывала на сайте Аферб. Я не призываю вас заказывать масло именно там, просто я именно там заказывала. Потому что у меня был не очень хороший опыт заказа кокосового масла в России, точнее в Москве. Что я делаю с кокосовым маслом? Я его употребляю в пищу, а также я его употребляю в свои волосы. Точнее я делаю маски с кокосовым маслом. Дайсон, прикрой, какие грызь штатив! Я покупаю масло Extra Virgin. Обязательно говорят, что нужно покупать именно это масло. Потому что в нем содержится максимальное количество разных нужных нам витамин. Поэтому нужно покупать такое кокосовое масло. Сейчас оно у меня находится в жидком состоянии. Вы его практически не увидите. Так как оно у меня сейчас стоит в ванной. Но до того, как я его употребляла в пищу, оно у меня стояло на кухне. И естественно оно было застывшее. То есть оно такого белого цвета застывшее масло. Сегодня я вам расскажу, как я делаю маску из кокосовой маски. Я советую маску использовать один или два раза в неделю. То есть нужно, конечно же, смотреть по состоянию ваших волос. Если ваши волосы окрашены, если у вас была химическая забивка, если вы сделали многократное симулирование, если даже не многократное, всегда пусть будет у вас под рукой кокосовое масло. Оно вам в помощь. Потому что после первого применения вы увидите просто невероятный результат, на мой взгляд. Волосы сразу становятся более гладкими. То есть если у вас где-то вот здесь по волосам какие-то короткие волоски торчали, что-то там, ну, волосы имеют свойство ломаться, и то есть коротенькие волосики, в принципе, они у меня тоже есть, они обламываются, потом начинают торчать. То есть волосы станут у вас более гладкими, более послушными, вам будет намного легче их укладывать. Маска, можно так сказать, экспресс. То есть она имеет как и накапливаемый такой эффект, так и быстрого действия маска. То есть если вы понимаете то, что вам вечером куда-то идти, и ваши волосы в ужасном состоянии, сделайте эту маску, и вечером вы будете просто отлично выглядеть. Ваши волосы будут блестеть, причем они будут блестеть не от того, что на нем было масло, и там остался какой-то слой масла, то есть, ну буквально жир, да, они будут блестеть таким здоровым блеском, и все будет очень даже хорошо. Способ применения этого масла очень простой. Вы можете это масло использовать как самостоятельный продукт, также добавлять в него другие масла. Я добавляю, например, масло жажаба, но также хорошо работает с волосами. Но если у вас нет масла жажаба, либо каких-либо других масел, то просто его используйте. То есть если оно находится у вас в твердом состоянии, то постарайтесь его подогреть на водяной бане, то есть до жидкого состояния довести, и распределить уже на волосы. Как я ранее уже говорила, в предыдущих своих видео о волосах, я считаю, что такие масляные маски нужно наносить на мокрые волосы. Так как чешуйки волос у нас в мокром состоянии открываются, и за счет этого кокосовое масло намного лучше проникнет в волосы, и будет там намного более действеннее работать с вашими волосами. Ну, в принципе, все вот такие вот нюансы я рассказала, ничего сложного. Но если вы не знали о том, что масло очень классное, кокосовое, то обязательно попробуйте, я думаю, что вам понравится. То есть это такое, некоторые даже профессиональные маски, честно вам скажу, не работают, так как работает кокосовое масло. Хочу предупредить то, что кокосовое масло ни в коем случае нельзя наносить на кожу головы, так как это может быть и закупорка там всех этих пор, и потом просто волосы могут перестать расти. Я считаю то, что кокосовое масло нужно наносить от середины длины. То есть здесь, в принципе, у нас волосы питаются от того жира, который производит ваша кожа головы. Дальше же питания практически никакого, поэтому постарайтесь максимально увлажнить кончики, а не кожу головы или корни, например. Многие из вас знают, что наши волосы состоят из белка, и если даже у вас волосы не поврежденные, но тем не менее, в любом случае, мы постоянно пользуемся шампунем, и шампунь немножко вымывает белок из наших волос. Так вот, кокосовое масло поможет нам сохранить по максимуму этот белок в наших волосах, поэтому просто незаменимое, я считаю, золотое масло супер. Если у вас натуральные волосы, если они у вас просто окрашены в один тон, не в бланин, конечно, но в свой более натуральный, если вы пользуетесь, например, безымячной краской, то пользуйтесь один раз в неделю, либо один раз в две недели. То есть смотрите по своим волосам. Если, конечно же, они у вас очень сильно пересушены, особенно если вы часто пользуетесь утюжками, плойками, ну, фены я не буду брать в эту категорию, хотя, ну, фен тоже своеобразно влияет на наши волосы, то уже, конечно, придется два раза в неделю пользоваться этим маслом. Также с кокосовым маслом, то есть с масками из кокосового масла, я считаю, что нужно делать перерыв, это где-то около месяца или двух, то есть все индивидуально. Если вы считаете, что ваши волосы достаточно увлажнены, то не нужно лишний раз их перегружать даже кокосовым маслом. В принципе, про кокосовое масло я сказала все, что хотела. Также хочу поговорить еще о некоторых маслах. В косметических фирмах, типа профессиональных фирмах, и не только, продаются масла для волос, и они, то есть не стопроцентно натуральны, то есть в них содержатся какие-то силиконы и тому подобное. То есть это масла, в которой, допустим, у меня вот такое есть масло, это питательное масло для сухих и непослушных волос. Здесь также в составе есть кокосовое масло, но здесь также есть и разные другие ингредиенты. То есть в это масло 2-3 капельки нанесли на кожу рук, там распределили и также нанесли на волосы. Ваши волосы не будут жирными, но тем не менее они будут хорошо расчесывать. На мой взгляд, чем дольше вы пользуетесь такими маслами, тем больше они вам подсушивают волосы. То есть как только вы перестаете им пользоваться, увидите, что ваши волосы стали более сухими. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, лучше использовать натуральное масло. В одном из видео, где я рассказывала про коробочку косметики, бьюти-коробочку, мне девушка под видео написала об этом масле, о том, что вот Ирэн Влади это масло безумно советует, и что оно такое классное и тому подобное, вроде бы как. Но хочу сказать то, что я также смотрю Ирэн Влади, я также смотрю других блогеров, но я также тестирую эту всю косметику и на себе, и рассказываю вам о своих ощущениях. Я не говорю то, что это совсем ужасно, и то, что оно вам не подойдет. Я говорю то, что я его пробую и не вижу ничего. И также я хочу сказать то, что я также после этого комментария решила посмотреть отзывы на это масло, и люди, которые допользовали это масло до конца, ничего сверхъестественного они не увидели. Такую вещь, которую взять в сумочку, бросить, то есть, допустим, на море не брать с собой вот такую вот бадью, а взять вот такую вот миниатюрочку, я считаю, что очень даже хорошо. Но всегда обязательно не на мини-блогеров нужно опираться, то есть, нужно прислушиваться, нужно смотреть, какие волосы у блогера, и исходя из этого уже как-то рассчитывать на свои волосы, подойдет это вам или нет. Но это не касается именно волос, это касается абсолютно всего. Ну что, в принципе, на этом мое видео закончилось. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч!